Опора и тыл каждого человека. Крепкая семья, которая всегда поддержит и поймет. В Самаре стартовала акция «Семья защитников Отечества» в рамках проекта «Наша семья – наша победа». Семья защитника Отечества – это особый статус. Потому что вот когда мы разговариваем с ветеранами специальной военной операции, которые возвращаются, и мы их спрашиваем, ну, какие мысли были у вас там, в зоне специальной военной операции, о чем вы думали? Они говорят, главное, что нас вот двигало на шлифбой, на все подвиги, это главное то, что мы думали о семье, о детях, то, что нас ждут и любят. Это оплот, оплот всего. Проект организует Госфонд «Защитники Отечества». Волонтеры фонда собирают истории семей участников СВО и рассказывают о них всей стране. Среди участников акции – Сергей и Татьяна Калмыковы. Супруги познакомились в Ижевске. Сергей после армии остался на военной службе. Вместе с женой переехал в Кировскую область. Татьяна также, как и муж, несла службу только в другом подразделении. В 1993 году Сергей уволился со службы, и семья переехала в Самару, на родину Татьяны. В 2022 году Сергей ушел добровольцем на СВО и пробыл там с июня по август. Сергей и Татьяна, она, конечно, переживала, но она всегда знала, что если я решу, значит, так надо. Кто-то должен это делать. Я учился на офицера. Это моя профессия. Соответственно, родину надо защищать. Сергей и Татьяна вместе 39 лет. Воспитали двух сыновей. Сегодня супруги принимают активное участие в культурной жизни Красноглинского района, занимаются волонтерской деятельностью, воспитывают внуков. Вместе они объездили всю Россию. Он умеет говорить, я умею слушать. Долго и терпеливо. Прислушиваются друг к другу, понимаем друг друга. Не зря говорят и в горести, и в радости, в любых положениях. Люди оказываются в разных положениях. В достатке и недостатке, чтобы и в болезни. И всегда шли рядом. И любили друг друга. Ценили друг друга, берегли. Госфонд «Защитники Отечества» помогает Калмыковым по юридическим, социальным вопросам. Супруги активно посещают мероприятия фонда. Полина Чулякова, Николай Сидоров. События.